Все работы Айвазовского покупал царь. Он сказал, что бы ты ни накрасил, я в тебя куплю. Айвазовский клепал эти его работы. Кстати, его не очень любили и коллеги за это. Он работал очень быстро. Он большой мастер. Мастер, он магия моря. Многие не знают, как он свои картины писал. Он не делал этюды. Подходит к морю, делает вот такой скизик. Формат А5. Линия горизонта, там силуэт, там людишки какие-то. Посмотрел, соответствует, соответствует. И шел домой. Посмотрел на закат-восход. Приходит домой, начинает красить. Никакая волна не будет висеть тебе вот так, типа 9 вал. Типа никакого фото не было, никакого видоса не было, интернета не было. Я сейчас залез в интернет, ну-ка я посмотрю, как там волна. Даже сам снимать не будешь. Видок, видео посмотрел, заснял, на стоп-кадр поставил. Айвазовский писал свои работы по памяти. У него, я специально его анализировал, ребят водил, в Москве дело было. Меня попросили именно объяснить систему композиции, систему последовательности живописи масляной. Как это делается. Есть последовательность. Есть такая школа, такая, такая, такая. Несколько школ масляной живописи. Спрашивали цифровики, кто цифрой занимается. Так вот, Айвазовский выставлял источники света все по физике. Это реальная физика. Но всегда один источник света делал волшебный. Он являлся как бы вот такой ахтунг. Все его работы. Поэтому разговор на тему того, что красили просто на снатуры, не думая, это не может быть. Просто потеряна наукоемкость. И поэтому я не так давно оказался... Ну, я обещал посмотреть работы одного художника. Вот. У него неплохие работы были, нормальные. Я зашел в союз художников, и там выставка посвящена звероформам. Животные люди. Я называю, как принято называть в играх. Первое. Это низкий уровень конструктивного рисунка. Никто не понимает, где у лошади лопатки, где грудные мышцы, где плечи. Как устроен сустав, ну, путавый сустав, по-нашему лучезапясный. Где тазовые кости проходят. Рисует оболочку. Не умеет работать с фотографией. С фоткой. Люди думают, содрал, и все. Эта фотография – это напоминание. Тебе просто напоминание о реальности. То есть конструкцию лошади, собаки, коте, кошака. Рисует оболочку. Нарисовали оболочку, и все. И открываешь старых мастеров, даже открываешь 19 век, открываешь брюлова. Все лошади у нее, плечевой пояс на месте, лопатки на месте, основные мышечные группы на месте. И он, лошадь тебе не будет висеть вот так. Знаменитый Клод, у меня загородный дом, недалеко там мастерская Клода была, Клод. Своих лошадей лепил в подвале. Даже там отхода не было. Пожалуйста. Я помню очень давно. Я запомнил это, не знаю, когда и кто это сказал. Но какие-то заслуженные, великие деятели искусства всех времен и народов, которые кучу диссеров написали. Там члены-корреспонденты Академии наук вместе взятых. В общем, звезды, погоны. В общем, Министерство обороны в искусстве. Так вот. Сказали, что? Я прям рот открыл. Хотя сам мелкий еще был. Древние греки так великолепно лепили, что-то делали. Они не знали никакой анатомии. Они ничего-то не знали. Они все делали с натуры, просто чисто на ощущение. Ребята, подойди к Пергаму. Пергамский алтарь. Я для меня это было... Я в свое время плотно изучал звероформы. Сейчас звероформу в любом ракурсе я сделаю ее. Потому что я знаю, где что находится. Я смотрю, как эти чуваки трактовали. То есть инсайд-аут, изнутри наружу. Они понимают, как сделана конструкция. Там же геноинженерия еще. Это битва богов с гигантами. Геноинженерия, крылья. Там все это сделано. Потрясающая наукоемкость. Как только из искусства изобразительного ушла наукоемкость, оно стало хобби. Так вот, сходил на выставку. Члены союзов. Там аккомедия с того берега. Штиглица и так далее, и так далее, и так далее. Где-то работ пять были толковых. Кто-то сделал откровенное декоративное искусство 2D-шное. Но он не знает лошадь. И не надо. Он сделал ее по пятнам. Классно. Один чувак, хороший иллюстратор, тоже сделал он условно. А остальное, ну, ребята, ну вот займитесь хотя бы. Ты рисуешь автомобиль, хотя бы пойми, это рамная машина или какая. Где у него передний, задний мост стоит. То, знаете, рисует автомобиль, а колеса как будто кожи прилеплены. Так же рисует из вероформы. То есть где-то так. Так вот, искусство профессиональное, оно всегда именно вопрос-ответ. Ответ на конкретную задачу. А хобби, ну, наляпал, наляпал. Ага. Одно, другое, третье. Посмотреть любую мангу, любой комикс, любое аниме. Это проект. А проект, это какая-то сумма, выделенная на что-то. Это тайминг, это прочее, прочее. Это жесткий отбор. И когда мы видим, уже в готовом виде сделано, оно, мне кажется, легко и непринужденно. За этим стоит труд. Мы ходили на выставку манги. И вы обратили внимание, сколько за этим труда. Конечно. Как и любой проект. И там, чем выставка хороша была, высказывания мастеров. Высказывания не просто ля-ля, а их кредо. Как они это понимают. Самое интересное, разные высказывания. Они в чем-то полярные были, но все они дополняли один другого. За этим колоссальный труд и ответственность. Поэтому как-то так. Как раз это очень обидно, поэтому, когда многие проекты игнорируют свой поиск и показывают то, что просто модно. Можно вопрос задать из зала? Вы сказали, что если из искусства брать науку, то получится хобби. А вот как это применимо к описанию нынешнего мира, когда как будто бы все фастфуд, все не имеет смысла, все очень быстро и нужно просто генерировать много-много. И никто особо не будет сматриваться, вдуматься. Как относиться к этой массовости и к искусству для тех, кто понимает. Есть ли здесь грань или какой путь выбрать? Сейчас объясню. Делать ради хайпа или делать штучно ради 10 цен? Услышал. Это хайс поликриндж. Услышал. Здесь вопрос сложный, ответ неоднозначный. И я не могу одним словом, одной фразой ответить. Дело в том, что когда мы делаем для кого-то заказ какой-то, вот я делал графический портрет, я должен учитывать пожелания. С другой стороны, я что-то свое предлагаю. Бывает такое, что мы можем воспитать людей. Такое тоже бывало. Подвести к этому. Взять фирму Chrysler. Сначала американский народ, он избалован, это больше всех избалован был комфортом и шедеврами всякими там дизайне. У них места много было, интерьеры, уровень жизни высокий. Они не восприняли, но постепенно дожали Chrysler. С него стали сдирать там одно, другое, третье. Поэтому здесь надо, видимо, разделять у тебя проект для чего. Вот есть поток. Когда ты в потоке делаешь продукт for sale, он технологичен. Он недорогой по себестоимости и недорогой по цене. Разница небольшая. И периодически делаешь прорывные концепты для того, чтобы поменять направление, предложить что-то. И здесь может сработать то, о чем мы говорим. Вот здесь. То есть этим надо заниматься. Это... Я сейчас плотно этим занимаюсь, самообразованием на эту тему. Это связано с бизнесом. Это связано с рынком. Если посмотреть переписки Альбрехта Дюрова со своими современниками, то понятие рентабельность, понятие заказчик, понятие одно, другое, третье, как будто это вчера написали. А была знаменитая выставка Дюрова. Ты был на ней? Была выставка полгода назад в Эрмитаже. Это потрясающе просто. Я там часов шесть я был. Первый делал, кафешку забегал. Так вот. Смотришь на эти работы. А я отдельно изучал историю этих работ. За ними стоит какие-то телодвижения, там, рентабельность, нерентабельность. Что-то он делал, да, для императора Священной Римской империи Максимилиана. Германская империя. Не путать с Римской империей. Поэтому здесь, я бы сказал, надо понимать. У тебя продукт ширпотреб идет, и периодически какие-то прорывные темы, как концепт-кар какой-то, допустим, эксклюзивные. Что-то на пробу делать, что-то на тестирование, что-то... Это этим надо заниматься. И если вспомнить... Ну, взять наше время, это продвижение продукта на рынок, выражаясь языком. Бизнеса — это не последнее. Можно умереть непонятым вене. Вспомнить классическую историю, которая сейчас для нас, как легенда, идет. Тот же Ренессанс, тоже более поздние времена. Но кажется, что фрустоведы это трактуют, как такие люди там полусвятые, там, бессеребреники, они там за идею. Ребята, это достаточно сложно, многогранно. Вспомнить художника Альгреко, доминито Теотокопула с полное имя. Я на Крите был, специально там изучал места, где он бывал, с острова Крит. У него... Путь его шел. Был местный художник, какой-то революционер, никому не нужный. А Крит ходил в состав Венецианской республики. У него появилась мадам Лавстори. Она оказалась дочерью местного правителя, венецианца, наместника. Она ему сказала, чувак, брось ты эту революцию, ты талантливый человек, тебе надо учиться. Поезжай-ка ты в Венецию. Он говорит, революция, какая революция? Это народ, он этим занимается, им нечего делать, вот они занимаются этим. У тебя есть более важные дела. Он и послушал. Поехал в Венецию, стал учеником. Тициана. Вечерин Тициан. С этого момента Эль Греков начался, как таково. Доминико. Его заметил какой-то дворянин, навороченный Сталедо, испанец. Испанец на подъеме. Вы пригласили, и началось это все. Все у него классно шло. Все. Окей. До тех пор, пока у него возник облом с личной жизнью связанным. У него красивый портрет. А девушка сказалась из высшего эшелона, Гранде. А там это не просто дворяни, это Гранде. Это каста неприкасаемых. Девушки поставили условия. Или ты с ним, но ты тогда не наша. Или ты наша, но не с ним. Он там и на дуэли дрался. И чего-то как-то там. Все это красным цветом вымотано. В общем, эта трагедия была. Она стала его женой. Родила киндера мелкого. И умерла. И с этого времени Эль Греков психологически начался. Мистика Эль Грекова. Потом его забыли. Он заказы потерял и прочие вещи забыли. Прошло 200 лет. На чердаке какой-то испанец грамотный нашел портреты работы. Говорит, это кто такой? Подпись Эль Греков. Вытащил. Говорит, это гениальный художник. Если бы он не нашел, не было бы не слышно. Мы не знали про Эль Греков. Потому что сильные мира сего тогда, Гранде, они его инфу просто закрыли. Мы же знаем, как в мире происходит сейчас. Боже мой, целые явления средства массовой информации с подачей политиков могут сделать так, что этого не было. Или наоборот раздуть. Я сейчас не буду говорить там. То есть этим занимаются специально. Поэтому вот то, что ты говорил на тему искусства. Если ты один работаешь, надо вовремя выстрелить. Если взять наш модерн Врубеля, мы на выставке Врубеля были. Если взять мир искусников. Ребята, если бы не было Третьякова, не было Мамонтова, не было Морозова, этих меценатов, это не воры из 90-х, с РФ, которые не зуб ногой, это реальные товарищи, которые что-то производили. Они понимали искусство, поддерживали искусство. Поэтому мы это знаем. Если этого нет, у нас сейчас этого нет, такого слоя людей. Вот. Тогда она самому двигаться, этим заниматься. Так само не будет, не получится. Вот. То есть этим надо заниматься. Альбрехт-Ассад никуда не идёт за страной. Открываешь Дюрера переписку, Альбрехт-Дюрера, как он двигался. У него не было поддержки. Он должен быть ювелиром, по идее. Сын ювелира. Я слушаю. Не, не, я хотел сказать, что на ответ Жени, то, что вы сказали в дополнение, у Гоголя есть произведение, называется «Портрет». И там как раз таки то, что Женя спросил, по сути, там ответ на вопрос, что либо ты делаешь что-то timeless, либо ты делаешь что-то, что модно, и никак не развиваешь ни мир, ни культуру. Но в то же время, когда ты делаешь что-то без времени, то оно приносит тебе наивысшее благо. Это очень сложный вопрос, действительно. Можно от меня еще короткий вопрос, легкий и короткий ответ. Чему вы учитесь своих учеников? В настоящий момент я стараюсь учить думать, прежде всего. Потому что концептуальное мышление, не аналоговое концептуальное мышление, является определяющим. Я отработал в ВУЗе много лет. К сожалению, в ВУЗе учат аналоговое мышление. Ко мне приходили ученики со школы. Ребята толковые, но их вот такими делают. Первое — это снять напряжение и убрать потолок. Вот здесь у него потолок. Ему мало ли это, он как ветеран, ветеринар труда, понимаешь? И это тяжело. Снимаешь, тогда начинается развитие. Но это не значит, что раздолбайство. Любая свобода предполагает ответственность и дисциплину. Нелюбимое слово — интеллигенция, дисциплина. Дисциплина — это ответственность. Ты сказал — сделал. Магия слова. Ты говоришь и делаешь. Если за своим словом ты не делаешь, у тебя, Вселенная тебя не слышит. Ничего не будет. Поэтому вот так. Главное — научиться мыслить. А тем более в наше время. Сейчас технология любая может быть. Вот мы разговаривали, может быть, хендмайд цифра. Могут люди другие делать. Ты можешь набрать помоганцев. Ты можешь с нейросетью работать. Но нейросеть аналогово мыслит. Она концептуально не мыслит. Поэтому в вузах учат мыслить аналогово. Типа, чувак, ты видел картинку? Вот ты сделаешь вот такое. Это аналоговое. Аналоговое ТВ и так далее и прочие вещи. Но в настоящий момент я от учеников отхожу. Я их меньше и меньше сокращаю. Я сейчас больше работаю как рисующий дизайнер. Плотно с Москвой связан я. И поэтому от вуза я подустал. Потому что в вузовскую систему чиновники совсем подмяли под себя. И последнее, то, что мне симпатично в настоящий момент, это транспортный дизайн и промдизайн. Это благодаря Хельмянову. До Хельмянова транспортного дизайна не было вообще. А промдизайн, ну как бы сказать так, поделикатнее, но плохо. Трудно мне сказать. Это считалось никак. И здесь сейчас промдизайн, транспортный дизайн наиболее интересные кафедры. Ну, до недавнего момента было, не знаю, решиться кадровый вопрос, в какую сторону. Потому что там хотя бы не гасит. Все остальное это кастрирует людей, головы им вот так вот сикает. Это так. Вся проблема в чем? Вот смотрите. Если посмотреть на... У нас время есть еще? Буквально на 3 минуты. Смотрите. Система образования построена на вертикали. Система управления в Министерстве обороны у нас и за рубежом построена на вертикали. Сейчас наступает эпоха матричная, когда матрица вся прозрачная. И ты делаешь, зная, что другие делают. Понятно? Это как воюет ЧВК Вагнера. Вот так воюет. Матричная. Не по вертикали. Если ты... Обучение выстраивается по матрице концептуально. Матрица горизонтальная система. Да. Это не значит уравниловка. Это каждый делает свое дело. Я открываю планшет. Я знаю, что делает генеральный директор там что-то. И все открыто. А не типа того, мы решили где-то наверху, а вы как лохи будете делать. А почему? Потому что мы решили в Москве, чиновники. Как приходит депеша, я больше десяти раз был на приемных экзаменах. И каждый раз приходила новая формировка. Пишут люди, которые далеки от нашего. Я так смотрю, думаю, боже мой. Думаю, насколько полномочий моих начинает приводить в какое-то состояние. Потому что написаны циркуляры, типа мы знаем, нам виднее. Люди никогда не были и не знают. Они не могут отличить индустриал дизайна от средового, от графического. То есть система тупой, вертикали. Поэтому в образовании... Вот ты видел эту чашку? Вот сделай чашку. Почему? Я так тебе сказал. Все. У нас тренд кафедры такой. Знаешь, как отвечает? У нас принято на кафедре так. А кем принято? Так не делай. А важно сформировать именно концептуальное мышление. Поэтому я старался ученикам это отдавать. Это самое главное. Остальное технология. Ну, рука ставится, нога, голова. Там все это можно поставить. А голову, если голова вот так идет, фанерная, все ничего не сделаешь. Спасибо большое. Мы этого ждали долго. Мы это часто видели и слышали, когда общались, когда у вас учились. Хотелось все-таки это, знаете, в истории зафиксировать. Это как, когда мы ездили на куржи с Сергеем Петровичем, многие говорили, что это выдержка Сергея Петровича, которую можно пересматривать раз в полгода, как это грустно. Поднимать все настроения и духа. И вот лично для меня вот это будет таким прям личным кусочком личного видео, которое для меня очень сильно важно и полезно именно в данный момент. Спасибо большое. Принято. Вам тоже спасибо. Мне кажется, только начало. Около процентов 5-10 только. Вот сейчас только пошло самое. Сейчас только началось, да. Да, про влияние и все. Но это в Москву, где-нибудь. Собираемся у Камина. У Камина? У меня на Кавказе, да. Закончили мы? Да. Шо? Спасибо большое, Александр Петрович. Сейчас я подводку. Женя, здесь мы тронули момент вертикали и матрицы. Матрица в понимании не отопления, а прозрачности. Потому что в УЗИ меня достало. Я вот помню себя с детства. Это равносильно тому, что приходит какая-то девчушка и мама сказала. А кто такая твоя мама вообще? И кем это принято? Вот это делается вот так. А почему так? Ты возьми, объясни. Поэтому я ученикам говорю, если тебе непонятно, я готов сто раз объяснить, двести раз объяснить. Главное, что ты понял. Потому что не типа как мартышка, вот делай вот так, потому что это сделал. Он может по-другому сделать. Их можно поделиться обратной связью, да? Он уже, все, можешь вырубать, собирайся уже на подкаст. По поводу матричной системы и прозрачности. Я только вчера Максима писал, рассказывали, ребята, нет, что у нас. Можно это говорить, да, сейчас? Что у тебя концептуально связано, да? Вот с ребятами, вот со всеми вот этими. И как бы мы сейчас на удаленке все, и не всегда понятно, кто что делает. И вот тоже эта идея, что у нас горизонтальная система, каждый отвечает за свое, каждый знает, что делает, нет начальника, но при этом должно быть прозрачно, даже понимать, что это все работает. Совершенно верно. Смотри, как я это понимаю? В общем, независимо от вертикали, которую мы не хотим. Вертикаль, она построена, она работала в обществах на определенного уровня. Когда формирование государств, эпоха Средневековья, там, собирание земель каких-то, там, ну, не будем касаться истории, она работала. Сейчас мир другой. Мир информационно насыщен, и мы живем как в аквариуме, нам все видно вот так. Поэтому сейчас пристраивать вертикаль тупо. Ты вот представь, что вот Дима у нас главный, я его зам. Здесь у нас арт-директор, там арт-директоры, есть дизайнеры, есть помощники дизайнеров, есть вот это. Самого помощника дизайнера должен открыть вот так, бук свой. И доступ мог прямой выход на меня сделать и на него запрос дать. То есть, почему это сделано, у старшего спросить. У меня спросить. Они типа циркулял, он спихнул, потом я его подписал. Сначала, ну, пошли подписи какие-то, циркуляры, а потом дошло к низкому звену, потому что там эти большие люди сказали. А почему сказали? А он сидел там, коньяк пил, а я виски пил. Вот. И мы, потом Дима пришел, мы стали аниме смотреть. И все. Какие-то чуваки там звонят, что-то им надо, как чиновники устроены. Они же так устроены. Вот и все, вот вся тема. Просто система матрицы горизонтальная, она рассчитана на то, что мы все видим, что происходит. Это сразу несет ответственность, все звенья. Начальник старший, он ответственный за свое слово. Они типа, ты дурак, потому что ты младшее по званию. Это как у Пиксар и в Тойоте, как раз таки, работать, весь цикл. Каждый сотрудник, он в любой момент может остановить процесс и сказать, что это не так. Можно так же делать такую систему? Как раз таки, как раз таки, это я... Я же вижу, что у тебя там фотошессы. Я и писал в кодексе. Просто не технически, как это я. Да, про технические. Ну, технически, мне кажется, что это скорее будущее какое-то, что у нас... Ну, чтобы, условно, я-то видел, что-то там, да, там... Есть такое в фигме. То есть, если ты в фигму зайдешь, ты будешь видеть, что делают другие. Да, но нельзя все делать в фигме, естественно. Просто сейчас Александр Сергеевич говорит скорее о целом этой цикле работы. Ну, о логике, да. Я перевожу на практику. У нас практически есть же задачи. В смысле программных штук. Обеспечить взаимодействие наше именно в мадрежных делах. Мне кажется, это делает как раз таки темы, что я предложил, созвоны и так далее. То есть, это прямая коммуникация со всеми участниками одного большого дела. Это, в порядке, решение, но это ограничено. Естественно, что есть. Это скорее забор. Но пока что мы на таком уровне технологии, что, мне кажется, по-другому нельзя делать. Смотрите, если у нас маленькое подразделение, маленькое, оно, то, что говорил я, вертикаль и матрица, оно не так это заметно. Потому что ты, ну, легко здесь коммуникацию выстраивать. Как только расширяется подразделение наше, как-то оно называется, то мы сколько знаем, расширяется эта система, и там не достучаться. На эту тему империи рушились. Понятно? Византийская империя пала, Римская империя. Не доходят. Здесь фирмы, граф-дизайнерские фирмы, я хорошо помню ребят, мои друзья, это вторая половина девяностых, начало нулевых, расширялись фирмы. Я говорю, чуваки, не надо расширять, вы не дотянетесь со своей манерой руководства. А у них была вертикаль. И получается, какие-то ответвления, они начинают с сепаратной тенденции, потому что они не знают, чего хотят. Нет системы управления, самое главное. Вот может быть огромная корпорация, выстроенная на 20 стран, допустим. Вот я бы отдал бы плюс компании Ubisoft. Хорошо сделана Ubisoft, структура, Assassin's Creed. Я там тоже поучаствовал, делал. Но, смотрите, Ubisoft больше 20 стран. Там штат, ну, задействовано около 3000, это еще те, что на виду, и те, которые не видно. Но понимание, что надо делать. Хороший пример проекта — это «Игра престолов». В течение многих лет. Кто видел седьмую серию? Седьмую серию кто видел? Последнюю сезону. Последнюю, как фильм делали, видели? Последний сезон, кажется, восьмая серия. Как делали вообще это все? Так вот, в течение многих лет все это делалось так, что всем все было понятно. Так вот, восьмая серия.